Посмотрели видео, чем нельзя кормить собаку и задумались? А чем же тогда кормить собаку, кроме сухого корма? На самом деле выбор довольно большой. Догма Маня и Софи и Эйван. Итак, чем кормить собаку на натуральном питании? Для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма собаки на 1 килограмм веса в сутки требуется 3-4 грамма белков, то есть мяса и молочных продуктов, 1-2 грамма жиров, в том же мясе, молочных продуктах и растительных маслах, 12-15 грамм углеводов, разнообразные овощи и каши, и, конечно же, витамины и минералы. Таким образом, собака должна получать 50-70% мяса или рыбы в день, 30-40% молочных продуктов, 10-20% овощей и до 10-15% круп. Но и нельзя забывать, что на количество пищи влияют физиологическое строение, какая порода, сука или кобель, время года, подвижное лето или ленивая зима, количество физических нагрузок, ежедневные занятия или домоседство, возраст, старая собака или активный подросток, беременность, течка и так далее. Помните, чем однообразнее питание собаки, тем лучше для ее организма, поэтому не пытайтесь постоянно менять рацион или давать разные вкусности своему питомцу, позаботьтесь о его здоровье. Итак, какой натуральной пищей можно кормить собаку? Мясо ежедневно. В сыром виде собаку можно кормить мясом, только размороженным. Заранее положите мясо в морозилку на 2-3 дня, разморозьте и дайте собаке. Или же можно обдать мясо кипятком, а можно проварить до полуготовности. Не кормите свою собаку фаршем и бульонами во избежание проблем со здоровьем. Какое же мясо можно давать собаке? Нежирная говядина – отличный вариант. Из птицы индейка и курица, но последняя может вызывать аллергии у некоторых собак. Не давайте собаке куриную кожу и ни в коем случае трубчатые куриные кости. Суппродукты – печень, почки, сердце, рубец, куриные шейки, желудки и так далее. Но обязательно обращайте внимание на реакцию со стороны пищеварительной системы и кожи и не заменяйте ими мясо полностью. Конечно же, помним о том, что нельзя давать в сыром виде. Канина, крольчатина, кости. Иногда, но непостоянно можно дать вашей собаке размороженную большую кость с остатками мяса, чтобы она с удовольствием ее пообгрызала, параллельно почистив зубы. Это будет и лакомство, и игрушка одновременно. Но не злоупотребляйте костями, они совершенно бесполезны, а вот мелкие кости даже вредны для внутренних органов животного. Морская рыба. Достаточно одного-двух раз в неделю. Морскую рыбу лучше проморозить в морозилке в течение 2-3 дней или обварить, конечно же, удалить все кости. Давать нужно в половину больше, чем мясо, так как в рыбе меньше белка. Подходят хек, треска, минтай и другие. Яйца. Вареные или сырые? Один раз в неделю. Куриные? Одна или две штуки, в зависимости от размера собаки. А лучше перепелиные? Три-тире-шесть штук. Кисломолочные продукты? Ежедневно. В идеале они должны составлять треть или почти половину от дневной нормы кормления. Как вы помните из видео «Вредных продуктов для собаки» нельзя слишком жирные продукты, а также наоборот обезжиренные. Лучшим кисломолочными продуктами для собаки являются творог, не более 5% жирности, кефир 1,4%. Кстати, имейте в виду, что от свежего кефира у некоторых собак может быть расстройство стула, поэтому лучше давать однодневный кефир. Йогурт 1,4%. Проста кваша? Важное замечание. Кефир и йогурт считаются для собаки едой, а не питьем. Лучше не давайте молоко. У взрослых собак оно часто просто не усваивается. Сметану и сыр можно давать редко и только как лакомство, потому что они очень жирные, а сыр еще и слишком соленый. Вареные крупы? Они не должны составлять основу рациона, так как крупы не представляют особенной питательной ценности для собак. Их добавляют в небольшом количестве к мясу, овощам и кисломолочным продуктам. Подойдут. Гречка – один из лучших вариантов. Рис, но в большом количестве может стать причиной запоров. Смесь риса и гречки пополам будет отличным компромиссом. Овсянку или геркулес можно давать в небольших количествах, если у собаки нет на них аллергии. Манную крупу можно давать только собакам с заболеваниями желудка или щенкам. Лучше избежать пшеничной, ячневой каши и ячменя. И вообще исключить пшенку, перловку, кукурузу и, конечно же, макароны и хлеб. Помните, крупы и овощи служат лишь дополнением к основному питанию. Овощи ежедневно. Класть в пищу можно как какой-то один вид овощей, так и сразу несколько. Овощи содержат в себе много витаминов и прочих питательных микроэлементов. На заметку. Морковь это совершенно пустой продукт для собаки. Она не усваивается организмом и не отдает никаких полезных веществ. При этом она и не вредна. Очень часто морковь кладут в еду собакам, которые очень любят много поесть. Создавая тем самым объем пищи, совершенно не влияющий на организм. Тыква, кабачки, огурцы, спаржа. Можно давать собаке также немного болгарского перца и стебля сельдерея. Но они листья. Лучше избежать таких овощей, как редис, свекла, репа, баклажаны, помидоры, картофель, кукурузу, капусту во всех видах, в том числе брокколи, чеснок и лук. А также, конечно же, исключить бобовые. Зелень достаточно давать 2-3 раза в неделю. Укроп, петрушка, салат, китайская капуста. Можно нашинковать и добавлять в еду. Растительные масла. Первого холодного отжима можно давать ежедневно по ложечке, добавляя в еду. Оливковое, кукурузное, подсолнечное и льняное масло. Конечно же, некоторые из продуктов тоже можно давать собаке, но они не необходимы ее организму. Фрукты должны быть выращены в сезон и без нитратов. Подойдут. Зеленые яблоки можно давать как лакомство ежедневно. А вот красные яблоки могут вызвать аллергическую реакцию. Иногда можно давать несладкие груши. Дыня вполне безопасна, но и бесполезна, как и арбуз. Любые ягоды, но в маленьких количествах. Бананы можно немного, но нет необходимости. Курагу как лакомство, а вот другие сухофрукты, в том числе чернослив, и тем более изюм давать нельзя. И не забудьте посмотреть наше видео о том, чем нельзя кормить свою собаку. Помните, чем однообразнее рацион собаки, тем лучше для ее пищеварения и здоровья. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Кликайте на собачку внизу экрана. Становитесь продвинутым владельцем вместе с нами. И будет вам счастье. Пока-пока.